Здравствуйте! Мы изучаем книгу Труда и Балю Салама, статья «Наука Кабала и Философия», 34-я страница, заголовок «Каменоломня Души». Можно задавать вопросы на сайте и в системе Роуд. «Наука Кабала и Философия», Труда и Балю Салама, 34-я страница, заголовок «Каменоломня Души». «Всё духовное понимается нами как сила, абстрагированная от тела, ведь поэтому нет у него никакого материального образа. Однако в таком случае оно отстранено и целиком отделено от материального. Если так, как же оно может хотя бы сдвинуть какой-либо материальный объект, не говоря уже о том, чтобы от него родился какой-либо материальный объект, ведь у него нет никакого отношения, посредством которого оно могло бы войти в контакт с материальным». «Ещё раз читаем. «Каменоломня Души». «Душа отделяется от Творца, подобно камню от скалы». «Всё духовное понимается нами как сила, абстрагированная от тела, ведь поэтому у него нет никакого материального образа. Однако в таком случае оно отстранено и целиком отделено от материального. И если так, как же оно может хотя бы сдвинуть какой-либо материальный объект, не говоря уже о том, чтобы от него родился какой-либо материальный объект, ведь нет у него никакого отношения, посредством которого оно могло бы войти в контакт с материальным». «Вопрос пока что мы не совсем понимаем, но вопрос, что такое материальное, что такое духовное, какова связь между ними и как они влияют друг на друга. Это общий вопрос. Если есть у нас две истинные такие формы, материальное и духовное, как потом мы приходим к этому, мы увидим, существует ли материальный мир, который мы представляем себе, или он называется мир призрачным, и существует только духовный мир, а мы находимся в таком воображении, в такой иллюзии, были как во сне, или мы, и когда мы раскрываем духовное, и мы понимаем, что мы были, как говорит Зор, что смотрели внутрь себя, видеть то, что происходит внутри, желание получать, а не вне его. Продолжим пока. Заголовок. Кислород. Однако на самом деле сила в чистом виде тоже считается настоящей материей, в не меньшей степени, чем все остальные материальные вещества физического мира. И несмотря на то, что она не имеет никакого образа, представленного восприятию наших органов ощущения, это нисколько не умаляет значения этой материи, то есть этой силы. Возьмём, например, кислород, который входит в состав половины всех веществ в мире. Если взять бутылку чистого кислорода, не соединённого ни с какими другим элементами, ты увидишь абсолютно пустую бутылку, в котором кислород, будучи в газообразном состоянии, никак не воспринимается. И нельзя схватить его, чтобы потрогать рукой. И нет у него никакого образа, который можно было бы ухватить глазом. А если ты вынешь пробку и понюхаешь её, ты не обнаружишь никакого запаха. А если ты полижешь его языком, то не найдёшь в нём никакого вкуса. А если ты поставишь эту бутылку на весы, ты не обнаружишь, что она весит больше пустой бутылки. То же самое с водородом, который не имеет ни вкуса, ни запаха, ни веса. Но если мы соединим эти два элемента вместе, они тут же превратятся в жидкость. То есть пригодную для питья воду, имеющую и вкус, и вес. А если добавить в воду воду в негашённую известь, вода тут же смешается с известью, и жидкость превратится в твёрдое вещество, подобное самой извести. Таким образом, элементы кислород и водород сами по себе, совершенно невоспринимаемыми нашими органами, ощущениями, преобразуются, превращаясь в твёрдое тело. Исходя из этого, как мы можем решить и сказать о действующих в природе силах, что они не являются физической материи, опираясь на тот факт, что они не воспринимаются нашими органами ощущений. Ведь мы ясно видим, что большая часть данных в ощущении веществ, существующих в мире, изначально основана на кислороде, который не воспринимается и не ощущается человеческими органами. Мало того, даже данные в ощущении твёрдые тела и жидкости, которые, безусловно, воспринимаются в нашем материальном мире, могут превратиться в газ и пар при определённой мере нагревания. И аналогично газы могут превратиться в твёрдые тела при определённой мере охлаждения. В таком случае следует спросить, «Как может существовать дающий, который даёт то, чего у него нет?» Ведь мы ясно видим, что все ощущаемые нами картины исходят из сил, которые сами по себе не даны в ощущении и не являются самостоятельно существующей материей. Аналогично все известные нам постоянные картины, опираясь на которые мы определяем вещества, вовсе не являются постоянными и существующими сами по себе, а лишь облачают форму или снимают её под воздействием таких факторов, как тепло и холод. Однако главное в физической материи есть заключённая в них сила. Тем не менее, эти силы до сих пор не найдены нами в чистом виде, как химические элементы. И, возможно, когда-нибудь будут открыты нами в чистом виде тоже, подобно всем химическим элементам, которые открылись нам лишь в последнее время. 5.19. Хорошо. Доброе утро, товарищи. Он говорит, что сложно, когда мы соединяем два этих элемента вместе, появляется жидкость. Хотел спросить, есть материальный мир, есть и духовный мир, как бы. Материальный мир для чего нам дан? Для того, чтобы превратиться во что? Материальный мир дан нам, чтобы мы начали ощущать из какого-то восприятия реальности, хотя оно обманчиво и совершенно не связано с духовным, но всё-таки в нём мы можем существовать в нашем ощущении желания получать. И согласно желанию получать нашему мы проверяем все эти вещи, добро, зло, каким образом, в какой форме и согласно размеру, согласно шкале, выше, ниже, и насколько мы наполняемся в желании получать, и так же, каким образом. Есть материал, есть материя, есть форма. Какая форма? Сладкая, горькая, далёкая, близкая, неважно. То есть то, что в нашем желании получать, строят два параметра. И так мы развиваемся. Пока. Это не духовное развитие, а материальное развитие. Но исходя из того, что мы развиваемся в материальном развитии, приходит этап в нашем материальном развитии, когда мы можем начинать развиваться духовно. и это совершенно иная реальность. Но она должна основываться на чём-то. Поэтому первая реальность, которая основывается на нашем желании получать, насколько мы чувствуем хорошо или плохо нам, естественным образом, это называется эгоистическое развитие, развитие в желании, в простом желании получать, так, как оно раскрыто. Как оно проявлено. И вместе с тем у нас есть развитие второе, альтруистическое, в котором мы развиваемся уже в нашем желании отдавать, насколько мы способны воспринять его, построить его и управлять с его помощью первым желанием. То есть у нас здесь есть от нуля мы приходим к первому желанию желания получать, развиваемся в желании получать, обретаем в желании получать разные состояния, и потом приходим и потом приходим к желанию отдавать. И тогда мы строим отношения между желанием отдавать и желанием получать и то, как мы поднимаем себя от нашего желания получать, которое уже стало как бы нашей природой, к желанию отдавать, которое мы хотим, чтобы оно было нашей природой, а не желание получать. Но не может быть, чтобы одно было без другого, а другое, вот это желание отдавать, оно живёт и существует и принимается нами над желанием получать естественным. А скажите, откуда этот вывод, что духовный вид он истинный? Говорится, что истинный мир, настоящая истина нужно достичь, а весь материальный мир это иллюзия. Откуда это? Те, кто постигают духовный мир, они говорят о нём, что это мир истинный. Истина имеется в виду, что в ней царит высшая сила, а не низшая сила. Поэтому так он и называется мир истины. И в этом мире истины живут, есть какая-то другая жизнь вне материального мира? Если ты находишься под властью желания отдавать, и это ты находишься во власти желания отдавать, то есть ты управляешь тем, что сила отдачи твоя находится над силой получения твоей, называется, что ты находишься в высшем мире. Потому что это творение находится в мире на уровне, где есть сила Творца. А ты как некий гость. То есть там, да, живут некий вид жизни такой высшего материального мира. В вере высшее знание отоживёшь в духовной силе. То есть настоящая жизнь. Что такое жизнь, я не понимаю. духовный мир ты не видишь, можно почувствовать. Вопрос, как там живут. А то, что ты чувствуешь, это называется жизнь? если ты относишься к жизни, как сказали Маркс и Энгельс, что они написали, что жизнь это существование белковой материи. Так он сказал о жизни. Разновидность существования белковой материи. Вы правы. Ты принимаешь таким образом? Не, сложно воспринять, что жить можно только в духовном мире, без тела. Но наше тело тоже не существует. Это только нам кажется. Это зависит от восприятия реальности. Я думаю, что это понятно нам, что это не обязательно для нашей жизни, особенно сейчас, когда мы существуем в мире, в котором есть волны, радиочастоты, телефоны, всё это волны. Так что ты же хочешь сказать, что мы живём, вся наша жизнь она в воздухе, её раскрывают не в материи. Всякий раз, когда вы говорите, напоминаете нам, что нас ожидают в духовных мирах исправление, есть жизнь после этого ложного мира лизорного. Я не понимаю, ты хочешь спросить, ждут ли тебя там? Ждут. Но если бы ты увидел, как тебя ждут, ты бы не торопился туда. Надо? Ну, надеюсь, что всё равно достигнут. Ты должен... я вижу, что многие товарищи сейчас улыбаются на то, что я сказал тебе. Мы должны реализовать всё, что нам дано здесь, и увидишь, что то, что было, есть, будет, это всё один процесс формирования человека, Адама. Мы должны участвовать в построении этой системы, Адам. Ну, тогда вся эта история, то, что вы говорите, называется улям истины, ведь так его называется? Потому что эта система действительно существует в правильной истинной форме, в силе отдачи, а не в силе получения. работа и всё. Спасибо. Спасибо. 5.25. Раф, мне не удалось понять объяснение Баэль Сулама. Что он хотел сказать? В чём разница между силой и материей? В физике это не точно, потому что у кислорода всё-таки есть, он занимает своё место. Я понимаю тебя, он хочет сказать эти вещи осязаемые, мы можем их почувствовать или нет. Когда я запускаю руку в какую-то бутылку с газом, я не чувствую газ, я чувствую пустоту, потому что это ниже моих ощущений. Поэтому так он и пишет. Он должен дать какое-то простое объяснение. Понятно, но с материальной точки зрения, что значит что сила и материя или равна материи. Мы понимаем, что сила это влияет на что-то и поэтому не в состоянии её почувствовать, а только её результаты. Что означает, что материя это сила, сила это материя? Да нет разницы между силой и материей. Это только относительно нас, относительно наших органов чувств. Но на самом деле, когда у тебя есть какая-то сила, которая действует, в чём разница между ней и материей? только относительно твоих органов чувств, что сила может обратиться в материю, а материя превращается в силу? Нет различий. Можно спросить, Раф? Кажется, что важно Балю Суламу в этой статье, и вы тоже всё время поправляете нас, что реальность находится только внутри нас, внутри нашего желания. Да, конечно, только по отношению к органу нашего ощущения. Вы упомянули, что наш мир сегодняшний переходит всё больше и больше в волны, в связь, в эфир, в виртуальный мир и так далее. Это процесс к общему осознанию, к тому, что мы находимся в какой-то призрачной реальности. Ну да, ты можешь сказать, что всё развитие этого мира для того, чтобы приблизить людей к более лёгкому восприятию духовного. Чтобы если бы ты показал что-то сегодняшнему человеку тысячу лет назад, он бы подумал, что ты ангел, спустился сверху или что-то такое. Он бы с ума сошёл от того, что ты бы ему мог показать. Сегодня даже маленький ребёнок знает, может воспользоваться разными кнопками и телефонами, и компьютерами, и ещё и лучше, чем мы. Лучше, чем я, так уж точно. Вот эта идея связь сердец, связь над физическими телами, это охватит всё человечество. Я не очень думаю об этом, но наверняка человечество приближается к состоянию, когда ему будет легче воспринять, что же такое духовное. Да? Ну посмотри, я 55 лет назад, ну допустим, ну даже 60 лет назад, когда пошёл учиться в университет, там стояла такая машина, размером с футбольное поле, что-то громадное, такие шкафы, шкафы с катушками, которые крутились, и всё это двигалось, и были такие столы с большим количеством кнопок, и люди бегали туда-сюда с такими карточками, с перфокартами, перфорированными картами, включали эту машину, и вся эта машина была запрограммирована, спроектирована для того, чтобы вычислить, там, не знаю, путь движения одного маленького спутника. Множество людей работали, было что-то вообще невероятное. я только начинал в университете в Санкт-Петербурге. Ну, что я тебе скажу? то, что они могли сделать тогда, сегодня во много раз больше в любом телефоне. И мой внук, садясь за компьютер дома, делает действия в несколько раз более сложные, чем та машина была способна сделать, которая занимала 300-400 квадратных метров со шкафами и разным оборудованием. Мы, да, мы входим в новый мир. Нужно к этому привыкать. Где не материя, а сила. Сила управляет. И нужно приподняться над материей в мир сил. в мир сил. Следующие этапы будет, как мы будем принимать участие нашими мыслями, потому что проблема, она в мыслях. Вся реализация, все эти бомбы и все такое, это уже не сегодняшний день, это вчерашний. А завтра будут другие силы, силы мысли. Там встретимся и по-хорошему или по-плохому. Поэтому давайте почитаем, и он нас будет обучать. Одинаковая сила в духовных и материальных объектах. Одинаковая сила в духовных и материальных объектах. Одним словом, все эти названия, являющиеся постоянными в материальной картине, то есть исходящие из физического ощущения в наших пяти органах чувств, есть абсолютная фантазия, поскольку они не являются постоянными и существующими сами по себе. А второй вывод состоит в том, что любое определение, которое мы определяем силу, отрицая для нее возможность материальных проявлений, тоже является выдумкой. Ведь сколько бы наука не совершенствовалась, мы обязаны считаться только с материальной реальностью. Другими словами, насколько мы видим и чувствуем некое материальное действие, мы должны понимать совершающего его, который тоже является материальным, как и самодействие, по крайней мере, в их общем отношении. Ибо иначе он, разумеется, не пришел бы к нему. и следует знать, что вся проблема разделения действующей силы и ее действия вызвана в философии форма, которая упорно отстаивала существование духовной причины материального действия, что и привело к неверным предположениям, в которых каббала не нуждается вообще. Да, потому что каббала заботится о духовном мире, о мире сил, там, где желание за или желание против действует только желание. И по мере размера желания за или против по отношению к Творцу существует творение, таким образом представляет себе мир, свой мир. и всё. Ничего более ты дошёл до тела и душа. Продолжим ещё. Да. Тело и душа у высших. однако мнение каббалы по этому вопросу прозрачно и ясно и не имеет абсолютно никаких философских примесей. Ведь даже те отделённые от нас духовные и интеллектуальные личности, существование которых философия полностью отрицает, облачая их в образ голой интеллектуальной материи, по мнению мудрецов каббалы, несмотря на то, что они, то есть эти личности, постигли наиболее возвышенную и абстрактную духовность, тоже состоят из тела и души, как и материальный человек. и не удивляйся тому, как можно одновременно сидеть на двух стульях, сказав, что они являются духовными личностями и одновременно сказав, что они являются составными. И мало того, по мнению философии, всякий составной объект в итоге должен распасться и перестать быть составным, имеется в виду смерть. А в таком случае, как же можно сказать, что они являются составными и при этом вечными? Это всё ещё вопросы. Давайте посмотрим вопросы от Флориды. Что меняется, когда я раскрываю духовное? Как я отношусь к материальному и как это влияет на меня? и какое влияние есть в этом? Отличие между материальным восприятием и духовным в том, что в духовном восприятии ты раскрываешь причину, прежде всего. И тогда ты слишься этой причиной и не хочешь расстаться с ней. И ты хочешь увеличивать свое восприятие в связи, держась за эту причину. Это прежде всего в этом разница между материальным восприятием и духовным восприятием. И тогда ты заботишься постоянно о том, как постоянно уподоблять себя, свою форму с этой духовной причиной, потому что ты видишь, что от нее ты зависишь полностью, целиком зависишь от нее. Турция один. Спасибо, Раф, мой товарищ спрашивает. Главное, что материальная сила — это сила в ней. Есть объяснение? Сила отдачи. сила отдачи. Материя — это желание. Форма желания — это отдачи. Латин два. Латин два. Раф, мы не можем жить без воздуха и не чувствуем к Кривой в этом. Как мы можем чувствовать, что без эссена не можем жить потому что она в cuerpo и alma? Эстебан спрашивает. Мы не чувствуем, мы не можем жить без воздуха, но мы не чувствуем его как творца. Как мы можем ощутить, что творец находится в нас? не понимаю этот пример, не хочу я не принимаю это. Я говорю о том, что говорит Каббала или о том, по крайней мере, как я понимаю Каббалу. Мы должны прийти в десятку. Мы должны попросить, чтобы у нас была связь с десяткой. Настолько, чтобы мы начали ощущать суть десятки. А суть десятки — это творец. И всё. То есть, если мы начнем чувствовать вместо десяти человек нашу связь, которая соединяет нас все десять как одного, тогда мы начнем чувствовать в этом реальность творца. Интернет-вумен. Интернет-вумен. Наши намерения — отдавать или получать это силы? Да. дальше. Пятишесть просят объяснение подытожить. Что Баля-Сулам имеет в виду, говоря, что есть силы, которые не лавливаются нашими чувствами? Он хочет передать нам, что существует то, что мы не воспринимаем нашими органами чувств, но они существуют. И мы должны к ним приблизиться и считаться с ними. Дальше. имбаля-Сулам нужны пользоваться в десятке. Мы в десятке прежде всего должны себя сформировать так, что все были равны. Теперь в этом равенстве мы должны сплотиться настолько, чтобы в приближении друг друга приблизиться и стать как один человек с одним сердцем. И это сердце, оно связано из всех сердец, так, чтобы мы могли быть связанными только нашими намерениями, соединенными ими сутью, когда каждый из нас как отдельная часть, отдельная часть Адама решон, из другой части Адама решон. А когда мы соединяемся, мы не по-настоящему, не целиком соединяемся как части, которую можно соединить пайкой, к примеру. Мы не можем этого сделать. А все объединение между нами это объединение выше сил отделения, которые остаются и даже усиливаются, проявляясь все больше и больше. А мы над этими силами разделения связываем себя силами объединения, единства, так, чтобы в конечном итоге раскрылось все плохое желание, существующее между нами, между всеми частями Адама решон. Все абсолютно и раскрылись бы в ужасном, полном виде связь между, негативная связь между частями. А мы бы выше этого своими силами выстроили, разумеется, получим их от Творца, позитивную, положительную силу, реальную связь. И тогда и отрицательные, и положительные силы останутся и приведут к тому Адама решону, который был до разбиения мощность в 620 раз больше. Это называется постижение Творца внутри этого клей в полном виде. Дальше. Москва 18, её вопрос. В этом отрывке Баля Сулам рассказывает нам об ограниченности её восприятии реальности. Как мы можем расширить эти границы так, чтобы не было разницы между материей и силой в нашем восприятии? И изменяется ли картина мира, когда человек начинает воспринимать мир сил? Нет, материальный мир есть материальный мир, он не меняется. Нет в нём ничего, чтобы изменилось. Это желание получать в своём безземном виде. А меняется то, что раскрывает человек, говоря духовно. Меняется восприятие реальности, а восприятие оно нематериальное. человек начинает видеть суть связи между разбитыми частями Адама Ришун. Всё? Последний вопрос. Вы сказали Цвике, если бы ты видел, что тебя ждёт, ты бы не торопился туда. Что вы имели в виду? его ждут исправленного, а не такого, как сейчас работника профсоюза. Понятно. И хотя он наш любимый, преданный старый товарищ и продвигающийся, но вместе с тем, когда он завершит своё продвижение вместе с нами, потом сказано мир раскроешь в жизни своей. То есть духовный мир ты должен постичь уже в этом материальном мире, соединить оба мира. Это то, что я желаю цвейки. Хорошо? Есть ещё общие вопросы, но не по теме. То же самое желаю всем остальным. Нужно в этом мире сделать всё, что возможно, и некуда убегать. Здесь нужно выполнить работу и как можно лучше. и поэтому вы не увидите каббалиста, который хотел бы умереть, хотел бы уйти из этого мира, хотел бы бросить работу в этом мире, потому что вместо неё не даётся ему работы больше, более эффективной для исправления души. И нет такого. Поэтому давайте пользоваться каждым мгновением, пока мы находимся в этой реальности. И переходим вновь к философии. Следующий подоголовок — свята и келим. Их мысли в самом деле не совпадают с нашими мыслями, ведь путь мудрецов каббалы есть путь нахождения реальности и действительно постигаемый нами. И нельзя отрицать факт из-за высказанных им интеллектуальных затруднений. Однако я проясню эти вещи, чтобы они стали понятны всем и каждому. И для начала нужно понять разницу между святами и келим. И говоря о первом творении, вышедшем из бесконечности, сразу понятно, что оно безусловно является более совершенным и тонким, чем всё, что следует за ним. при этом наслаждение и совершенство оно без сомнения получает от самой сути Творца, который хочет дать ему это из всего наслаждения и удовольствия. известно и понятно, что главным мерилом наслаждения является желание получить его. Ведь то, что наше желание жаждет получить больше всего, ощущается в нас как доставляющее наибольшее наслаждение. И это очевидно. И в таком случае в этом первом творении нам нужно различать два аспекта, а именно желание получить ту сущность, которую оно получает и саму эту получаемую сущность. И знаешь, что желание получать понимается нами как телотворение, то есть его главная суть, являющаяся сосудом получаемого блага. Кли. А второй аспект есть суть того блага, которое получается им, то есть свет Творца, который всегда и навечно связан с этим творением. Таким образом, мы с необходимостью обязаны различать две эти вещи свойства, составленные и облачённые друг в друга даже и в самых возвышенных духовных объектах, о которых только способно думать и помышлять сердце, в противоположность мнению философии, которая выдумала, что отдельные личности представляют собой несоставную материю, ведь это желание получать обязательно присутствующее в творении с абсолютной необходимостью, без которого нет наслаждения, а есть лишь принуждение и нет ощущения удовольствия, не находилось в самой сути Творца, и потому название творения применяется к тому, что уже является сутью Творца, ибо от кого же ему получать? В то же время высшее благо, которое оно получает, в обязательном порядке является частью сути Творца, и в этом не должно было быть ничего нового. В таком случае мы видим огромное расстояние от обновленного тела до получаемого блага, к которому мы относимся как к сути самого Творца. Вопросов нет. Стоит тебе ещё раз это почитать. Свята и Келим их мысли и в самом деле не совпадают с нашими мыслями, ведь путь мудрецов Каббалы есть путь нахождения реальности, действительно постигаемой ими, и нельзя отрицать факт из-за вызванных ими им интеллектуальных затруднений. Однако я проясню эти вещи, чтобы они стали понятны всем и каждому. И для начала нужно понять разницу между светами и Келим. И говоря о первом творении, вышедшем из бесконечности, сразу понятно, что оно безусловно является более совершенным и тонким, чем всё, что следует за ним. А это наслаждение и совершенство оно без сомнения получает от самой сути Творца, который хочет дать ему это из всего наслаждения и удовольствия. Известно и понятно, что главным мерилом наслаждения является желание получить его. Ведь то, что наше желание жаждет получить больше всего, ощущается в нас как доставляющее и наибольшее наслаждение. И это очевидно. И в таком случае, в этом первом творении нам нужно различать два аспекта, а именно желание получить ту сущность, которую оно получает, и саму эту получаемую сущность. и знаю, что желание получать понимается нами как тело творения, то есть его главная суть, являющаяся сосудом, кли, получаемого блага. А второй аспект, есть суть того блага, которое получается им, то есть свет Творца, который всегда и навечно связан с этим творением. Таким образом, мы с необходимостью обязаны различать две эти вещи и свойства, составленные и облаченные друг в друга даже и в самых возвышенных духовных объектах, о которых только способно думать и помышлять сердце. в противоположность мнению философии, которая выдумала, что отдельные личности представляют собой несоставную материю. Ведь это желание получать обязательно присутствующее в творении с абсолютной необходимостью, без которого нет наслаждения, а есть лишь принуждение и нет ощущения удовольствия, не находилось в самой сути Творца. и потому название Творения применяется к тому, что уже не является сутью Творца, ибо от кого же ему получать? В то же время высшее благо, которое оно получает, в обязательном порядке является частью сути Творца, и в этом не должно было быть ничего нового. в таком случае мы видим огромное расстояние от обновлённого тела до получаемого блага, к которому мы относимся как к сути самого Творца. Италия 4. К чему относится здесь Баля Сулам, когда говорит, что естественным образом «Баля Сулам» я не понял, может ли он повторить? «Натуралmente la prima emanazione è anche la più completa, la più pura rispetto a tutto quello che viene dopo». «А che cosa si sta riferendo qui?» Баля Сулам? «Он говорит, что первое нисхождение оно более совершенное, а следующее оно более грубое. Я не знаю где он это считает». «Я не понимаю этого вопроса». «Где написано, о чем ты спрашиваешь?» «Я sto chiedendo, lui parla di una prima emanazione, che è la più completa rispetto alle altre. Я volevo capire, a cosa si riferiva, di che cosa sta parlando qui dell'anima di Adama Rishon? Di che cosa sta parlando? «Оn говорит о том, что первое творение выше из бесконечности является более совершенным. К чему он относится? К Adama Rishon? К Adama Rishon? Adama Rishon, да, он был рождён Maul, обрезанным, то, называется. То есть у него не ощущалось желания получать. А затем пришёл свет и увеличил в нём желание получать. И это называется, что Адам Rishon отведал от древа познания. И за счёт того, что его желание получать выросло и стало таким, что он захотел и что-то хорошее, и плохое, он получил. Он получил, и мы это изучаем, говоря о разбиении. Он думал, что он идёт ради получения, но он не почувствовал, что внутри него недостаёт сил для того, чтобы отдавать на плод древа познания, то есть вплоть до окончательного исправления полностью быть ради отдачи, и поэтому разбился. А мы есть результат того разбиения. Понятно? То есть тут есть Адам решён до разбиения, называется, желание получать, которым всё ещё не воспользовались. Он не пользовался им. Затем это желание получать считает, что может достичь уровня Творца, тем, что получит ради отдачи, весь свет, который приходит к нему от Творца. И он идёт на это. И на самом деле у него намерения правильные и хорошие, замечательные, но он не в состоянии это сделать и разбивается. Ты можешь сказать, что всё это разбиение было заготовлено для него изначально. А затем после разбиения уже части этой системы отдельные дискретные частицы желания получать. Это мы люди, которые ещё больше удаляются и разбиваются ещё и ещё. Это как такое цепное реакции. И мы видим и наблюдаем, когда всё разбилось и опустилось вниз. И сейчас мы хотим вновь собирать все эти частицы и подниматься. Когда это началось? Это началось с Адама Решона, о котором мы говорим. Говоря о Адаме, который начал исправлять всё. И вплоть до окончательного состояния, исправления от первого, от Адама и до окончательного исправления, должно пройти 6000 лет. А мы сейчас находимся на 5700, какой? 83. Короче, скоро. кто у нас ещё? 59. Я хотел сказать прежде всего, что трудно задавать вопросы, потому что трудно понять язык. верно. Но что он имеет в виду, что есть противоположное мнение философам о каких-то несоставных материалах? Что он имеет в виду? Я сам не знаю. То, что он имел в виду, я не знаю. Каждый понимает из своего разумения. Тут написано так, что смотри, обо всём этом можно написать ещё много страниц, и, может быть, тогда будет понятно. Я не уверен, что это можно понять в его истинном виде, пока ты не придёшь до соответствующего духовного уровня. Иначе это будет всё разглагольствование рассуждения. А я это изначально не люблю. Как же нам не попасть в философию? Ну, только не входи это. Так что взять из статьи? А ничего не бери. Просто общее впечатление. То, что вся эта философия это плод результатов мозговой деятельности человека, который там, не знаю, что-то из себя пытается выжить и понять. Понятно? Москва один. Да, спасибо, Раф. Человек в течение своей жизни, если он не приступает к исправлению, он тем самым как бы продолжает разбиение, то есть процесс разбиения, он продолжается в наши дни. И второй вопрос. Если разбиение продолжается, то они как бы дробят, продолжают дробить и тем самым нам помогают в том, что нам будет легче исправить? Ты задаешь очень сложный вопрос и уместный вопрос. Насколько грешники, которые раскрывают разбиение и делают еще и еще больше разбиений, помогают исправлению. Об этом сказано не они и не их вознаграждение. То есть нам не нужно заботиться об неисправностях и о том, чтобы портить. А все, что мы раскрыли, что нам предстоит и исправить нужно, мы должны заботиться только о том, чтобы исправлять. Разумеется, можно продолжать портить бесконечно. И в конечном итоге Бальсулам об этом, кстати, пишет, о том, что все неисправные формы сами по себе приведут в конечном итоге к исправлению. Но не стоит нам идти по этим путем. Это долгий путь. Он не нужен ни нам, и он неблагостен с точки зрения Творца. Мы должны как можно скорее прийти к исправлению. Хорошо. Добилиси. спросить просто то, что параллельно те люди, которые не входят в исправление, вот эти поколения, которые идут одно за другим, и люди как бы постоянно входят в наслаждение, разбивают желание, входят в наслаждение, разбивают желание. В общем-то, они нам упрощают работу, да? То есть, а мы параллельно исправляем. То есть, и придет время, когда мы сможем соединиться с ними, а они захотят перенять подход, методику исправления через нас, и тогда мы все вместе поднимемся до уровня бены. и чтобы это случилось как можно скорее. Тбилиси. Доброе утро, Рал. Вы сейчас нам рассказали теорию разбиения Адама, теория инфлотии, разбиения Адама. А как будет исправление? То же самое мы опять будем собираться в течение 6 тысяч лет. Это меня очень так волнует. Сам Адам не очень волнует вокруг Адама, что творится. И вот как это нам видят каббалисты. Разбиения инфляции Адама опять собиранные в одну душу. Как это выглядит с взглядом каббалиста? Мы уже находимся в процессе исправления и нам осталось до конечного исправления чуть больше 100 лет. ниф неф так? Да. 5 782 года. 5700 Я тоже всё время сбиваюсь со счёта. Неважно, не это главное. Допустим, осталось 120 лет до окончательного исправления, если ты хочешь считать это годами. Но можно прийти и раньше. Если, допустим, вся Грузия присоединится к нам, то мы очень быстро придём. Понятно. Замечательно. Хорошо. Тель-Авив 4. Спасибо, Раф. А почему есть разница между духовными ступенями и Светом? Светом и Ацмуто. Ещё раз прошу прощения. Почему есть разница на духовных ступенях и есть Махсом, если нет разницы изменения в свете? Нет изменения в свете, но есть изменения в Келим. Авиют, Шораш, Алиф, Бет, Гимел, Далит. Каждый прошу разбиения. И находится в разном состоянии после разбиения. И, соответственно, разное отношение к связям. И это связывание должно быть интегральным. Каждого со всеми и всех вместе целиком. Сделать из дискретной формы форму аналоговую. Это то, что мы не знаем, как это делается. Это происходит высшим светом. Но, тем не менее, это то, что мы делаем. Это не происходит линейно. Как ты об этом говоришь, это намного сложнее. А кроме того, Келим исправляются не прямым образом. А вначале исправляются легкие Келим. Тяжелые остаются на завершении. И есть взаимное влияние одних на другие. И ты не можешь вдруг сделать что-то посередине, если ты не берёшь в расчёт завершение или начало. Это всё сложно, всё нужно. И на каждом этапе твоего строительства тебе нужно выстроить все этапы в нём. И поэтому говорится о взаимовключении всего во всё. Всех во всё. И это очень и очень усложняет нам понять происходящее. Да, вещи непростые. И понять и увидеть можно их, особенно если ты смотришь на них с интегральным взглядом, общим. Когда ты смотришь с конца в начало. Но из начала видеть конец, вот так как мы сейчас, это, конечно, очень сложно. И с конца это гмартикун, полное исправление. Да, когда это всё уже шар, и ты рассматриваешь из совершенного вида, и тогда ты видишь каждый из этапов, и как он должен завершиться. Тогда начинается следующий этап. У тебя как бы есть Адам Ришон, который должен собрать мини-систему на каждом этапе свою в такую шарообразную систему, а затем все эти шары, сферы соединяются один в другой, пока не превращаются в одну единую сферу. Это то, что выше нашего разума, в духовном. Вера выше знаний, там всё складывается, там всё идёт верно. Но в нашем мире нет. Наш мир, тем не менее, как бы ты ни вертел, все и во всём всё происходит дифференциально. Ты делишь, делишь, потом соединяешь, а в конце ты всё равно не исходишь из совершенной формы, полной, которая перед тобой. Поэтому мы прежде всего должны приобрести уровень веры выше знания. И с таким подходом, и с таким взглядом мы сможем подойти к тому, чтобы собирать всю эту реальность из осколков, из разбиения. Понятно? Я вижу, что уже наш начальник, он символизирует, что уже мы должны закончить урок. Увидимся завтра. Друзья, я прошу, мы начинаем новую неделю, чтобы была хорошая неделя в том, чтобы мы как можно больше, как можно лучше прошли все те отрывки веры выше знания. почитайте их как можно больше раз. Сначала в конец, с конца в начало, не имея значения, в одиночку, все вместе объясняйте друг другу. Главное, не забывайте, что мы вместе. удачи. Спасибо. 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 Спасибо.